всем привет следующий ролик вы возможно видели возможно не видели но поскольку человек ко мне обратился и история имеет продолжение то пожалуй я вам его покажу смотрите почти под каждым видео общение с полицейскими люди спрашивают а почему ты не показываешь документ это что так сложно показал бы документы до поехал в дальше не щепки не выписывали и в тому подобное вчера я был остановлен патрульной полиции и решил показать ради эксперимента им все документы и посмотреть что с этого получится все вы увидите видео здравствуйте Полиция Панасюк, причина зупинки вашего транспортного засоба, дорожанный, верный знак не отвечает на столу, то он закрытый и не сторонними предметами. Вы знаете, что не может так работать? Как именно? Ну, это никакой сетки, не может быть честно, видный 20 метров. Ну, я с 20 метров видно, а насчет сеток мы уже не раз обсуждали, и в судах, и так далее. Это не считается, что оно закрыто как-то там. Ну, я не знаю, в подарок не вказано, что сетка не является причиной на столу. Ну, там как бы закрыто должно быть. Закрыто понятие это, ну, вы понимаете, закрыто это рукой закрыть или еще что-то. А на нем межу, мы же 20 метров сейчас прочитаем. Еще причина у вас на номерному знаку, державный номерный знак, сам не відповідає ДСТУ, державному стандарту, тобто незазначенный регион. У вас имени номерный знак, правильно? Да, вписанный. Регионы незазначенные, правильно, а мае будет. Ну, я не знаю, я эту машину взял, у меня написано. Я эту машину взял у друга, и там написано в отметках специальных ИНЗ, имени номерный знак И777И. Внизу справа в Дорожнюю руку, открытий, подивиться, что там есть вимоги до номерных знаков. Там мае бути указано регион. Где там именно надо смотреть? Регионы там специально. Мают зазначены. Есть вимоги до номерных знаков. Где это смотреть? В справах Дорожнюю руку. Ну, вот правило, где именно? В конце здесь. Ну так, десь? Ну, может, вы же просто, я так понимаю, знаете, куда смотреть? Так подскажите мне. Ну, вы сказали правила, где оно тут? Державный стандарт. Вымоги до номерных знаков. Открывайте, дивитесь там. Дозвольте, пока вы будете дивиться, ваше действие по свечению, свидетельство про регистрацию транспортного засоба та страховой полис. Опа, страховой полис. А что это насчет полиса? Мне очень интересно, зачем он вам? А так в ПТР вказано. Вы тоже, почитайте, пункт 2.1, то 2.4. Правильно, 2.1, водитель должен иметь посвеченого водителя. 2.4, 2.4, на вимогу полицейского. Тобто вы отмываете? Не, не отмываюсь, просто... А что вы меня перебиваете? У меня полис есть. Но ПДД, это подзаконный акт, закон о дорожном движении, а там есть 16 статья, где написано... Так само вказано, что вы должны подъявиться на вимогу полицейского. Там, где вказано, что водитель должен, на вимогу полицейского, обязанно предъявить водительское посвечение, свидетельство про регистрацию транспортного засоба та в случаях, предбаченных законом, страховый полис. Закон про страхование, 21 статья, вторая часть. У повноважения, ну, особи, это вы, национальная полиция Украины, мают там повноважение проверять, и в случаях ДТП, складания протоколу, а если вы сейчас пытаетесь меня привлечь за номер, это будет постанованный протокол. И в случаях за выездом. А что я тогда должен страховку показать? Дивите, а смысл чего? Я не могу даже найти в ПДД про знаки что-то. Я до СТУ вам уже сказал. Ну, где? Ну, вы сказали, откройте правила дорожного движения. Ну, вот, есть права, про свидетельство про регистрацию транспортного засоба. Продолжение следует... Я не буду его показать. Он у меня есть, я его показать не буду. Страховой? У вас ДНЗ не отвечает ДСТУ. Вы это знаете? Нет, не знаю. Нет, не знаю. Это не моя машина. Случайно. Погано это? Вы же седаете за кормом автомобиля, знаете. Маете переконатись, что это безопасно, что у вас есть все соответственные документы. Правильно. Ну, я говорю, у меня написано в СТУ про регистрацию Державного... Ой... ИНЗ, именный номерный знак. Там написано... Там не написано, регион какой-то. Откуда я знаю? Вы говорите, посмотрите в правилах дорожного движения. Я всю книжку при вас перелистал. Там нет. Вы говорите, есть ДСТУ? Покажите мне. Вот вы мне что-то пытаетесь сейчас менять, но вы сами в этом не понимаете. Вот возможно есть. Правило дорожную руку чисто зазначено. Чуть говорите правило дорожную руку. Перечитуйте. Вимоги до номерных знаков. Все это есть. Есть ДСТУ, есть безлечащих документов, где это зазначено. Вимоги до номерных знаков. Мы же не в автошколе, чтобы я вам рассказал. Правильно? Где это написано. Да. Смотрите, мы возвращаемся до такого документа, как ДСТУ. 42-78. Правильно? Вот есть у нас номерные знаки. Правильно? Раздел. Знак. Где четко зазначено, что это должно быть. Будет на номерном знаке. Не мая будь код административно-территориальной належности. У вас его на номерном знаку не мая. Это ДСТУ, это документы. Я не знаю, что так. У меня есть обычные номера. Ну у меня где-то в бардачке глубоко. Зачем? Ну зачем? Ну смысл типа. Есть закон, есть же области, есть решение. Я же вам повторяю такое. 2-4 по ДД. Что? Есть решение высшего административного службы. Про страховку? Правильно? Да. Там до особи так же самое, как вы это оскарживали. Я не хочу перерывать весь, потому что вам так хочется. Документы я вам показал. Да где? Ну я же вам говорю, закон об обязательном страховании. Там как прописано? Вы меня остановили. Как бы из-за нарушения? Как бы? Ну вот, вы говорите. Вы не правы, что вы порушите. Правильно я вас говорю? Я что я порушу? Потому что у меня там как-то... Как вы вообще? Мне присталась одна девушка. Вы свое удостарение можете показать? Ну пожалуйста, это просто питание. Посвящение предъявляется на вимогу. Правильно? Ну да, я попросил первый раз. А ты что? Это же не важно, правильно? Да я не знаю, как вам важно, но... У вас вознайомлюсь? Денистюк Сергей Иванович. Все? Вознайомлюсь? Да. Ну, бачите. Вы можете предъявлять ее в электронному выводу? Да я вообще не должен предъявлять. У меня оно есть для меня, не для того, чтобы меня там штрафовали за него. Да в смысле? Ну я же вам говорю, закон про дорожный рук, 16-я статья, там написано в случаях предбаченных закона. Откройте, пожалуйста, 21-ю статью, вторую часть закона об обязательном страховании. Да зачем, если есть закон? Что мне ваш этот суд, ну, в каком-то... Что вы такие скажите в суде? Что мне ваш суд? В каком-то, может, определенном... В определенном деле, возможно, оно так и было. Ну а сейчас, ну, к чему это? Протокол он с какой-то, со 130-й статьи, по-моему, идет. Ну, когда протокол выносится, 130-й и выше, по-моему. Ну, у меня якобы нарушение, это же постанова, если и выносится. Я вам поясню, на что я посылаюсь в данном указе. На что? Это ваш ход. Пожалуйста, придирай, ничего. Пане воде, стосовно ваших пояснений. Распочнули, грозу справа? Давай. А? Печко Великій Петрович. Сейчас мы попали полиции по носу. Будет древней сферозно справа, у нас в осуществлении гражданского расположения, которое обращено в 4-6 статье 121. Мы обращали в пункт 2.9 ФТР, сферозно транспортным засобом, с номером западов, который не отвечает, который не отвечает на сферознанном Украине. Сейчас в ориенную сферознанной статье, сферознанной 268 статьи, вы имеете право надавать доказы, пояснения, заявок, вопросов, оскарбов, используются юридичными, по мове, по мове перекладача. Какие свои правы используются? Правы свои используются? Хотел бы ознакомиться с доказательствами. Можете выйти. Я вам фото на... Доказы были наданы моим... Я вам показал действию, правильно? Что доказы? Что у меня там что-то не соответствует? Вот ваш номерный знак. Ваш номерный знак? Хорошо, вы в постановлении. Ваш номерный знак? Да не мой номер мой знак. Ваш номерный знак транспортного засова и ты выкуруете, правильно? Вполне возможно, да. Вполне возможно, доброе. Нормативный акт ДСТУ 4278, я вам показал? Вы мне показали на телефоне что-то там, да. Вы можете до номерных знаков транспортного засова вам заразумили? Нет. Вы мне показали что-то на телефоне. Что это за документ, я не знаю. 4278. Еще раз прошу. Вы мне показали что-то... Можете сами узнаематься, я думаю... Вы спрашиваете, я вам начинаю отвечать, вы меня перебиваете. Ключков Алексей Петрович. Да. Он вообще поясный. Так я же еще не договорил пояснению. Так как? Я говорю, я хочу ознакомиться с доказательствами. Чучу-чу. Говорю, я хочу ознакомиться с доказательствами. Вы показали мне свой телефон. Потом спросили, ознакомился ли я с ДСТУ какими-то. Я говорю, вы мне что-то показывали на своем телефоне. Что-то за документ, я не знаю. Вы мне показали... Вы мне показали... На это что? Я не видел документа какого-то. Это мне показали в телефоне. Спочатку вам документ треба. Нет, я вам констатирую факт, что мне показали просто на телефоне какие-то там фотографии, слова и так далее. Вы попросили показать? Вы спросили, вы ознакомились с каким-то там ДСТУ. Я говорю, нет. Откуда вы не зрозумели? Ну, я говорю, вы мне что-то показали на телефоне. Причем не ДСТУ. Вы мне больше зрозумілою мовою выкладывали вам все вимоги до державных стандартів. Для вас особисто? Ну, хорошо. Я говорю, хочу ознакомиться с доказательствами. Согласно 251 ступи хочу ознакомиться с доказательствами. Вы мне показываете фотографию номеров. Машины. Вы-то сами прокурнатыся. А что, доказательствами, правилье? Я хочу узнать, вы внесете их как-то в постановление? С чего была фотография? Или, как обычно, я приду в суд, а мне скажут, что никто ничего не указал, как мне показывались? Дорудна бодикамера. Они все фиксуются. Хорошо, вы в постановление добавите же это все, правильно? С какой бодикамеры и так далее? Ну, могу, да. Могу, да. В данном выпадку осинспектор, как вы уже приняли решение, если мы еще с вами общались, я свои какие-то давал. Я же сказал, да. Начал спрашивать у вас. Так я же не договорил. В смысле пояснений? Если я с вами еще общался, вы уже вынесли. Вы уже просто пока ваш коллега мне рассказывает, второй коллега. Так а что вы тогда спрашиваете? Хочу ли я что-то? Ну, друзья, у вас все было зрозумило, потому что вы кажете, вам не зрозумели нормативные акты, я имею доступную для вас... Не, вы просто хитро говорите, понял ли я, не понял ли я. Вы хитро начали говорить просто. Хитро? Чем подписать? Я не хитро, спілкуюсь с вами, я спілкуюсь, відповідно, до наказания. Или у вас ручка не как бы, ну, мне подписать, как бы, документ чем? Хочет, подписывайся, у нас же не запасплачивать ручку надрожала. Ну, так, где тут подписывай? Курючку. Тут тоже надо, да? Вот это постаново мать, опротив, это 11 книг, будет оно бездевание планки, и сейчас мы им еще не находим, а это 10 минут не расскажем. А можно еще раз ваше удостоверение, пожалуйста, именно ваше? Да. В разе неоплата, або неоскаржение, сумма штрафа подвоится. Вы это знаете? Да, 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 да. Просто приводить до відповідности с державными стандартами ваш транспортный засед. Покируйте, сколько вам заводит. Наверное, никто же понятен не будет. Все на край, до побачения. Взаимно, до свидания. Вот вам наглядный пример того, что происходит, когда мы показываем документы патрульной полиции. Никто потом вас не будет слушать, будут вам рассказывать все по шаблону, делать видимость, что они рассматривают дело, это в лучшем случае. Я же вчера заметил, что после того, как я показал документы, со мной просто перестали считаться, начали меня везде перебивать, на все, что я пытался им объяснить, они находили какие-то оправдания, и в этот момент они все равно составляли постановление, как бы там, прав я, не прав, никто это ничего не доказывал. Со своей же стороны, я спорю в суде это постановление, я думаю, и также постараюсь сделать так, чтобы полицейские, хоть как-то, но ответили за такие свои действия, когда они не дают нормально рассмотреть дело, поучаствовать в нем. И вот так вот просто выносят на крысу постановление. После чего мы решили по старой уже доброй традиции, я надеюсь, такую традицию мы ведем на постоянной основе, чтобы у нас не расслаблялись там начальники, будем писать обязательно сначала жалобы, чтобы Евдокимов рассматривал, возможно, он научится все-таки рассматривать правильно жалобы на постановление, и от этого будет польза. После подачи жалобы через какое-то время Евдокимов прислал нам решение, которым оставил нашу жалобу без удовлетворения, и постановление оставил в силе. И вот пришло мне это решение, я вам показываю его. В этом решении Дмитрий Евдокимов переплюнул свои достижения по тому предыдущему случаю, как вы помните, с Иваном, ну тут он опять по классике пишет, что он рассмотрел дело об админправонарушении, хотя никакое дело он не рассматривал, он рассматривал всего лишь жалобу на постановление. Ну это такое. Дальше вообще уже начинается такая дичь, я читал и вообще не понимал. Он пишет в решении, что служебной проверкой установлено. Блин, мы подавали жалобу на постановление в порядке, предусмотренном КУПАП. Причем тут служебная проверка, вообще, ну дичь, он смешал все вместе, он вместо того, чтобы рассматривать жалобу на постановление, он рассматривал дело, да еще и совместно служебную проверку проводил. Это прям дичь, вообще дичайшая. Дальше вот он пишет, что оказывается у нас по пункту 2.9 в этом есть некие запреты на использование номерных знаков автомобиля, в частности, если они не зарегистрированы, хотя они вот как раз зарегистрированы, да, и они прописаны у человека в свидетельстве о регистрации. А также пишет, что если они не отвечают стандарту. Дальше он нам пишет, что оказывается, есть у нас ЖДСТУ, да, тот самый, на который ссылался этот полицейский. И вот там, в этой ситуации, полицейские рассказывали о том, что нет номера региона. А Евдокимов уже в своем решении пишет, что оказывается нужно, чтобы был размещен символ государственной принадлежности. Так вы определитесь, что там должно быть, номер региона либо символ госпринадлежности. Потому что символ госпринадлежности как раз таки на номере есть. Но Евдокимов пишет, что должен быть. Так он есть. Ну, просто дичь. Дальше бла-бла-бла перечисляет он нам все нормы, которые мы гораздо лучше знаем, чем он. Дальше опять. Дмитрий, зачем вы это пишете? Вы просто, я не понимаю. Пишет, что водитель не соглашался с инспекторами. Ну, так это нормально. А почему бы не по-другому себя вести? Ну, он не соглашался, потому что считает, что он не виновен. А вы это как воспринимаете? Если не согласен, значит, виновен. А если согласен, то тоже виновен. как бы жестко вообще. Дальше пишет ВИВСАБЗУХВАЛУ. Ну, вот вы посмотрели ролик, вы видели, где он там ВИВСАБЗУХВАЛУ? По-моему, очень корректно, тактично, на вы водитель общался с полицейскими. То, что он с ними не соглашался и спорил, ну, это было вполне все прилично и нормально. ЗУХВАЛУ, прям, ЗУХВАЛУ. Что за жесть? Дальше, вот, Дмитрий, зачем? По закинчению розгляду справы водею было разъяснено его права то в обориске. Вот, вот, пишет человек, заместитель начальника управления, что по окончанию рассмотрения дела ему были разъяснены права. А может, это надо было сделать чуть раньше, а не по окончанию? Может, это нужно было сделать еще в момент подготовки к рассмотрению дела? Ну, по-моему, так должно быть, чтобы человек имел возможность воспользоваться своими правами. Но, зам начальника управления патрульной полицией пишет, и это вполне считает, я думаю, нормальным, что в конце рассмотрения дела ему разъяснили права. Ну, здорово, можно только поаплодировать. Дальше пишет, что оказывается к постановлению приложен рапорт, причем рапорт вот этой самой полицейской барышни, которая выписывала постановление. Ну, это дичь, я про рапорта уже тоже рассказывал, такой бред. А еще оказывается, что к постановлению приложено видео с нагрудного регистратора. Хотя, на самом деле, постановление, вот, оригинальное, вот это вот, электронное, которое они выдали, там есть пункт 9, где написано до постановы додаются, и пустое место, то есть, ничего не приложено к данному постановлению. Каким образом потом Дмитрий смог приложить к постановлению эти документы, тоже непонятно. Ну, и финалочка, это просто, ну, в принципе, все в одну конву, что оказывается, до постановы, не додано жодных, обґрунтованных доказит, який спростовывал и факт правопорушения, то есть, что фактически водитель сам не приложил никаких доказательств своей невиновности. Ну, блин, подчиняйся, а потом обжалуй прям в чистом виде, понимаете? А он и не должен был прикладывать никакие. Он вам свидетельства в регистрации показал, а там этот номер забит. Вы сами ему этот номер выдали, а теперь рассказывайте, что он там чему-то, кому-то не отвечает каким-то там стандартам? Подождите, а, ну, как бы, как он должен понимать вообще? Отвечает, не отвечает? Вы ему дали номера? Или он сам что-то себе их сделал, или что? Ну, абсурд просто. Ой, короче, подали мы в суд. Теперь будем ожидать сюда. Попробуем, я думаю, вызвать туда вот эту вот барышню. Юрист, наверное, придет от патрульной полиции, ну, и будет рассказывать, каким стандартам, что отвечает, и пусть расскажут, а как тогда они выдают номера, которые не отвечают стандартам, и кто за это должен отвечать. Все, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Не дам повешать и подлеп